В плане появляется некоторая вариативность в их пике, и мне это уже довольно-таки сильно нравится. В Мэтт Кингс все немножечко посложнее. Тут Вич Доктор Пятерка, это понятно. А вот Виномайсер вместе с Сэнд Кингом могут оба исполнять как роль третьей позиции, так и роумером быть, то бишь четвертой позицией. Ну и посмотрим, что же они все-таки выберут. В данной ситуации мне казалось бы, что Сэнд Кинг будет смотреться на сложной линии чуточку получше, если все же Лондруид туда отправится. Хотя, с другой стороны, проблема в том, что, ну, нечем пробивать Медведя все еще. Есть, конечно, Маледикт, которым можно будет весьма неплохо Мишку и поцарапать, но не факт, что этого демажа будет хватать на 100%. Пока ждем четвертого пика для Мэтт Кингс. Мы должны залетать какой-то коргерой, если это не Виномайсер на легкую линию или же в мид. На самом деле, регион Южной Америки не настолько силен в последнее время, но он и никогда не был особо сильным. Сейчас, правда, начинают все-таки такие команды, как SG Sports и Pain Gaming показывать довольно-таки неплохие игры на мейджор-турнирах. Ну и Майнер, соответственно, стоит напомнить, что Южная Америка получает по одному слоту на каждый подобный турнир. Ну и из этого будем исходить, будем смотреть, все же достойно они получают этот слот или нет. Пока, по итогам предыдущих матчей, нельзя сказать, что все правильно, что все достойно. Что действительно они должны на все эти мейджоры ездить. Потому что пока вообще никаких очков в цикле турнира Dota 2 Pro Circuit, ни одна команда из Южной Америки не заполучила. То есть никто не занимал с первого по четвертое место. Будем надеяться, что это в ближайшее время изменится. Все же хочется видеть доту конкурентов. Доту, в которой каждый регион представляет из себя довольно-таки серьезную машину. Киберспортивную СНГ все же подтянулось. В последнее время Европа всегда была довольно-таки сильно развитой в плане Dota 2 и киберспорта в общем. Ну и Северная Америка, те же самые Вилджиниусы с OptiGaming, которые недавно выиграли Майнер Турнир. Эти ребята уже тоже потихонечку подтягиваются. Фантум Ланцер появляется для Мэтт Кингс на последний пик. Соответственно, это Фантум Ланцер на легкую линию. Андерлорд в сложную, Сэнд Кинг, я так понимаю, все же будет Роумит и Виноманцер вместе с Вичдоктором. Точнее, наоборот, извиняюсь, Сэнд Кинг может отправиться в Харт, но может отправиться также туда еще и Виноманцер. Мне больше нравится Сэнд Кинг в данной ситуации. И поэтому я думаю, что все же Сэнд Кинг третья позиция, Виноманцер четвертая. И Вичдоктор, понятное дело, самый бедный, самый, скажем так, координирующий саппорт в данной игре. Пятая позиция для Магура. Пангольер появляется для команды WG. Это будет Пангольер в сложную линию. Элдер Титан, соответственно, четверка. Дон Друид отправится в легкую. Тини на мид. Ну и Дарк Виллов будет саппортом пятой позиции в данной игре. Рассаживаются уже потихонечку игроки по своим персонажам. И готовы принимать эту встречу. Готовы все же показывать, на что они в этой ситуации способны. Ну и будем надеяться на то, что увидим с вами сейчас красивую и интересную Доту. Ну а какая Дота еще может быть в регионе Южной Америки? На самом деле только красивая и интересная. Но ладно, ладно, ладно. Отбросим эту тему немножечко на попозже. Ну что ж, команды более-менее равны, я бы сказал. Хотя, с другой стороны, команда WG все же отобралась сюда как победителя открытых квалификаций. Мэтт Кингс были приглашены. И фаворитов в данной встрече я ставил бы именно Мэтт Кингс. Этих ребят мы уже видели. Если команду WG мы вообще нигде с вами не смотрели, нигде они не показывались, то Мэтт Кингс практически на всех квалификациях в регионе Южной Америки показывают неплохие результаты. Занимают третье, второе, четвертое место. К сожалению, еще ни одной не выиграли. Но авось им повезет. И все же они смогут попасть хотя бы на один мейджор или майнер турнир. Проблема в том, что... Ну, не то чтобы было прям огромный смысл заложен в эти поездки на мейджор или майнеры. Потому что команда из других регионов играет, конечно же, намного лучше, намного выше по уровню, чем те же самые Мэтт Кингс. Ну, развиваются потихонечку игроки по своим линиям. Выходят на руны. Будет ли какая-то встреча. Соответственно, все-таки Сэнд Кинг берет себе сразу же ботинок. Есть намек на выход прям вот сразу, на то, чтобы сделать ферстплат. И ФБшечка могла бы быть неплохой, потому что здесь действительно есть герои, которые в самом начале могут и надамажить, и подстанеть. Контроля достаточно. Вещдоктор там каски свои может раскидать. Сэнд Кинг как-никак подкопать. Ну и Виномантер с огромным количеством замедления. Я не понимаю, почему команда Мэтт Кингс этим не пользуется. Но, видимо, решили все-таки сыграть осторожно. Решили не подставляться. Все же соперник слабее и рисковать не стоит. Но у коллектива WG все же тоже весьма неплохой файт на первых минутах. А ты Пангольер, который может со своего сэшбакла очень немало демжа нанести. Ну и Дарквиллу, который может скачать себе что Корст Краун, что тот же самый Брамбл Мейс. И если кто-то попадется в корни, то действительно можно будет совершить убийство. Там Пангольер продолжает веселиться. На него накинули Маледикт. Его довольно-таки серьезно пробили. Но все же это руна для команды WG. У Магура могут быть проблемы. Его все-таки застанили. Корст Краун работает. Но не факт, что получится убить. Хотя Фея идет дальше. Фэкс сможет ли нанести последнюю пару ударов по Вич Доктору, не получается у него сделать абсолютно ничего. В итоге Магура абсолютно спокойно отсюда уходит. Ну и Дарквиллу остается, так сказать, с Керст Крауном на первом уровне. Но Вич Доктор очень сильно пробит. Приходится отъедаться Тангусом. И еще один Керст Краун пошел. На этот раз точно уже должны забирать ВД. Ой-ой-ой, зачем же ты здесь остался? Остался, какие же ошибки от данного коллектива. Хотя Бенджар забирает еще и Фэкс. А все-таки Фэкс слишком далеко. Зашел, получил пару тысяч катавара и отправляется также в Таверну. Ну что ж, размян один в один на нижней линии. Я бы сказал, что в пользу команды WG просто. Потому что они получили за это больше золота. И Биферст Блад был за ними. Но, с другой стороны, Фантум Лансер получил с этого всего второй уровень. Получил также очень немало золота за убийство Феи. И в итоге разгоняться он будет все быстрее и быстрее по этой карте. Феи решили остынуться все-таки наверх. Пробило немножечко СК. СК в это время отвел крипов. Причем отвел их очень хорошо. Будет возможность у Кентеки получить второй уровень между своим Тир-1 и Тир-2 Тавером. На миддл-линии противостояние Виномантера против Лондруида. Все-таки не там, не там я не угадал. Это действительно Виномантер именно на миддл-лейн. Примерно предполагал подобный исход событий. Пробивает медведя Виномантера. Вы посмотрите, как больно. Это может быть 300 голды для него, но нет. Добивает Тавер. Как же неприятно. Лео Стайл так сильно хотел этого медведя добить. Но в итоге не получается. Получил только лишь экспириенс за него. Это тоже весьма-весьма неплохо. Экспириенса там дается очень даже немало. Но 300 голды сейчас были бы очень кстати для Виномантера. Появляется медведь уже второго уровня. Здесь линия должна выигрываться. Лондруидом по идее. С другой стороны, Виномантер это тоже очень неприятный персонаж. Если стянется какой-нибудь роумер, то можно будет очень легко убить Лондруида. Или как минимум его медведь забрать. Здесь даже не особо понятно, что будет важнее, что будет приятнее. Кингтеку в это время попытаются пробить. Курсик Краун к нему уже работает. И Дестини подходит, начинает все-таки дерево настреливать. Все, Кингтека. Хороший брус страйк. Здесь отсладнено. И может быть заберу Дарквиллу. Дарквиллу действительно не совсем туда пошла. Переоценила все же свои способности. Кингтека. Ну да, все же получает очень много дамэджа от Тинни. Кингтека, такое ощущение, что просто не боится отсюда уходить. И Тинни получает также еще и фаршторм. Дестини. Хоть каким-то образом жить. Есть Аваленч. Будет также еще и Тос. Можно будет откинуть своего оппонента куда-нибудь. Все, а новости киппоинтов хватает. Его даже пробить не получилось. Тысяча хп, как-никак, на третьей минуте. Это не шутки. Уберет дерево. С дерева линию все-таки немножечко подпушивает. Но здесь ничего не сделаешь. То есть нет смысла контролировать линию настолько сильно. Просто потому что Андерлорд, он в любом случае все это дело будет зафармливать за счет своих фарштормов. Фаршторм, правда, покажется только лишь второго уровня. От этого фаршторма. Все крипы не умирают. Есть очередной выход на Тинни. Тинни получает фаршторм. Есть в это время, кажется, граун по Санкингу. Санкинг такими темпами действительно может умереть. Получает все-таки гречу от Тинни. И Тинни отсюда спокойно уходит. Криптека не может ничего сделать. У него вкачан только лишь фаршторм. И заседить своего тиммейта не составляет возможности. Счет 2-3. WG лидирует по счету. Но вот по поводу фарма я бы не стал сразу... Говорит, что здесь все очень просто. Бенджас, конечно, добил 22 крипа. Но, с другой стороны, Тинни также получает очень немало золота за счет убийств на верхней линии. Все же смог он там разобраться с Санкингом. В итоге у него счет 0-0-1. Сможет ли он двигаться, продвигаться дальше по рейтингу, так сказать, в своей команде. Мы узнаем уже очень скоро. Но вообще Тинни это, конечно, супер-сеналболь еще персонаж. Если команда WG правильно использует свой пик и будет пытаться затягивать эту игру в лейт, ждать, пока на Лондруиде появится тот же самый Радик. Если у них какая-то, опять же, подпорка на сплит-пуш будет, то может у них все и получиться. Но мне, честно говоря, больше нравится пик именно команды. Мэтт Кингс подставляет с Лондруид. Лондруид, конечно, здесь забирает про страйка. Приходит также еще Пангольер вместе с Элдер Титана. Пробивает Лео Стайла. Лео Стайл попытался отфилиться Феррифайром. Но все же очень много дамажа получает. Пангольер, Пангольер. Жить хоть каким-то образом. Еще и подходит под крипов. Получает огромное количество урона с каустик финала. Ну и Сленнин все же забирает данного персонажа. Получает очень немало денег. Ну вот такая вот вишенка, скажем так, на пироге этого файта. Кверху продолжается движуха. Подцепили Кингтеку. Кингтеку кинули очень далеко. Он пытается прокастовать тип-аут. И в итоге у него получается это сделать. Скорость-кранс работает только лишь на базе. Вот сейчас он настаивался на фонтане. Но с этим абсолютно никаких проблем нет и не будет. На фонтане ему уже ничего не грозит. В то время у Пангольера большие проблемы. Он получает еще одну тычку от Вишдоктора и должен сгорать с Маледикта. Все-таки очень много демага на него залетело. И линия от команды Мэтт Кингс весьма неплохая в итоге выходит. Это Фантом Ланцер. Фантом Ланцер, который постоянно закидывает свои копья. Все это под Маледикт. И под Маледиктом выходит очень даже немало урона. Причем максит он именно в Фантом Раш. Так что с руки там тоже весьма неслова прилетает. После Фантом Раша. И прилетает довольно-таки часто. Что тоже довольно-таки важно. Лондруид в это время догорел на мидл линии. Все-таки смог. А, Винамансер. Даже еще данного персонажа получил и гель. И стянулся туда же так еще и Сент Кинг. Смог с Брустрайка довольно-таки немало демажа нанести. А Кингтека продолжает в это время фармить. Хоть какое-то золото действительно с линии стоит вынести. Откидывается по крипам фаер-штормом и чувствует себя довольно-таки неплохо. Внизу в это время. Мугур. Отвел Катапульту. Пока тут просто пушить нечего. Поэтому Катапульта на отводе будет даже, наверное, чуточку полезнее. Пробивает, правда, крипов. Ну, фармит. Фармит Вич-Доктор. Должен получать все-таки золото. Какое-то наварды. Какие-то подобные прелести. На мидл линии в это время. Проблема могут быть у Лео Стайла. Его подстанили. Хастом неплохой. Пошел Брамел. Но если Лео Стайл, очень быстро развалился. Он продолжает пока что игроки команды WG давить практически по всем линиям. Играть примерно в том стиле, в котором играет Virtus.pro. И действительно у них получается пока для себя из этого всего выносить некоторые дивиденды. Очень даже неплохо для них увидят начало этого матча. Хотя преимущества пока еще абсолютно никакого нет. Проблема в том, что фармит Фантом Лансера. Ему ты ни в коем случае не помешаешь. У него счет 1-0-1. Убить его слишком сложно. У него есть доппель. Подцепили в это время также еще и Лон Друида на мидл линии. Получается сделать это убийство. Ну и... Нужно что-то придумывать, безусловно, в команде Мэткингс. В такой ситуации, хотя они уже на стадии пиков, я думаю, что очень много всего придумали. У них пик действительно очень сбалансирован. Тини попытались подцепить с брус-трайка, но Тини отсюда абсолютно спокойно уходит. Да, и вот эти изменения в последнем патче с перками для всех героев. С перками за основной атрибут. В это время есть также еще и Эхо Стомп, Алиэл Стайл, Алиэл Стайл. Отправляться в таверном. Агур также рядом. Агур откидывается касками, но тоже его здесь не спасти. Подфиживают Медведя. Медведь действительно получает с этой линии очень немало золота. Там Фантом Лансер немножко просел, его попытался пробить Пангольер, но это абсолютно никакая не проблема. Посмотрим, что по Нетворсам. 4-100 имеется у Фантом Лансера. 3-500 в это время у Пангольера. Он занимает вторую строчку по Нетворсу. Все же не мешали ему особо-таки здесь фармить. Пошел также еще ультимейт у Пангольера. Пугает он, пугает все же своим Роллинг Сандером. Но Фантом Лансер на это не байтится. Кинг Текан получает Кирс и Краун. Таким этапом действительно может убить. Очень далеко зашел. Ну и вот очередной раз Супортинация. Нарушенная от команды. Мэтт Кингс. Снова умирает. Андерлорд абсолютно непонятно почему. Ну понятно, потому что прислал все-таки сюда Дарквиллу. Довольно-таки неожиданно. Но с другой стороны, этот Дарквиллу наверняка было видно на этом варде. И просто не успел среагировать. Андерлорд не ожидал, что Тинни также здесь. Сможет все-таки с Валанчем 4 уровня. Выдать настолько много дамеджа. Но Тинни ситуация очень неплохая. Он планирует сделать себе Shadow Blade прям-таки первым артефактом. И действительно будет выходить вот такую раннюю мидгеймовую агрессию. Вообще Тинни в последних патчах не особо-таки сильно фиксили. И Тинни с изменения тех самых перков, наконец-таки вернемся к разговору про них, стал еще чуточку сильнее. У него намного больше гейтпоинтов появляется уже в левлу. Так, к 15-му это становится заметно. Ну вот, на 10-е минуту преимущества абсолютно никакого за командами не имеется. По золоту забирают Вичдоктора внизу. В общем, какая-то абсолютно раслябанная дота от обеих команд. Ну а Маткингс подставляется. Маткингс подставляется очень неудобно. Команда WG такими этапами действительно может очень сильно разогнаться. Пику не хоть и довольно-таки жадный, но все равно имеет место быть. Если жадному пику отдавать столько золота, то действительно может получиться так, что разгонятся герои слишком быстро. И не то чтобы вы будете иметь какое-то преимущество. Не то чтобы у вас не было такое преимущество. А ведь у команд противника может быть преимущество и по золоту, и по карте. В общем, если появятся нужные артефакты вовремя. В это время проблемы могут идти на Вичдоктора. Вичдоктор очень быстро стирают. Пошел также Эрсплиттер от Элдор Титана. Эрсплиттер не по кому не попадает, кроме крипов. Это время под Маледиктом. Дарквиллоу. Дарквиллоу все же должна в этой ситуации выживать. Да, Дарквиллоу остается в живых. Будет отхиливаться на базе. Виноматер получает корни. Очень не хочется получить еще разок. Здесь есть тычка с нашу Реалма от Феи. Ну и в итоге Виноматер такими-то действительно можно отправиться в таверну. Раскастовал перед смертью ультимативную способность. Получается забирать Лондруида. Ну и сам остается в живых. Отхилился Флаской на последнем моменте. Отлично сыгранно Лео Стайл. Прекрасно прочувствовал данный эпизод. Понял прекрасно, что можно будет все-таки здесь хоть каким-то образом выжить. Ну и Виноматер отхиливается спокойно на шрайне. Будет возвращаться на линию. И посмотрим, к чему это все же в итоге может привести. Счет 8.11. Двенадцатая минута игры. Ну и ПЛ в это время потихонечку подфармливает на нижней линии. Подтягивается, правда, Элдер Титаны. С Элдер Титаном можно будет попытаться хотя бы того же самого Вич Доктора забрать. Не факт, что вдвоем они все-таки смогут что-то противопоставить Фантом Лайнсеру. Но будут пытаться всеми возможными образами. Всеми возможными способами. В это время на медл-линию выход от команды Мэтт Кингс. Сладдин здесь забирает Лондруидо. Но все же сам в итоге отправляется в таверну. Каски хорошие залетели от Магура. Получается забирать Дарквиллу. Пытается уйти отсюда Элдер Титан хоть каким-то образом. Но и Мира получил очень много дамажа по Маледик. Поэтому, скорее всего, все же будет умирать. Здесь пошел Р-сплиттер от него. Р-сплиттер по крипам. И попадает также еще и по Лао Стайлу. Но это минус Элдер Титан. Элдер Титан такое ощущение, что просто уже... Это в последний момент перед смертью решил прожать свой тимейт. Чтобы хоть что-то сделать. Дабы тот отправился в кулдаун. И после того, как он возродился, хоть что-то. Хоть что-то у него работало. Вовремя отдыха в таверне, так сказать. В это время Роллинг Сандер от Пангольера. Неплохо катается по Фантом Лансеру. Ничего себе, дамаж очень немало. Но Пэлл остается в живых. Приходит сюда также еще и Вич Доктор. Очень быстро стирают Пангольера. Снова абсолютно непонятные мувы. Потому что... Ну, надо было понимать, что у этого Пэлла здесь убить слишком сложно. Тем более, в одиночку. Потягивался бы кто-нибудь. Может быть, и получилось бы. Магура, правда, могут сейчас забрать абсолютно спокойные игроки команды. WG и Дарквиллу разбираются с этой задачей. Счет становится 12-14. Фантом Лансеру, у которого имеется Доппель, у которого Фантом Раж четвертого уровня. Ну и также имеется Спирит Лэнс, который может очень сильно пробить того же самого Пангольера. Велико не та цель, за которой стоит потерять вышку дайвить в соло. Понятные дела телепорты от команды Мэтт Кингс должны быть очевидны. Для вражеского Пангольера. С другой стороны, это все-таки Микс. Команды, которая собралась наверняка не так давно. Ну или же собралась давно, но не показывала до этого никаких результатов. Мэтт Кинг Тека встретился с Тинни. Очень много урона получает с дерева. Подходит в Дарквиллу, но все же довольно поздно подспевает. Появляется у Виноманцера уже Вейло в Дискорд. Готов он кастовать неплохие ультимейты, сделал бы еще Форстаф и вообще в данной ситуации все. Будет неплохо в файте 5 на 5 для команды Мэтт Кингс. Ну в принципе, если так посмотреть, у Мэтт Кингс ультимативные в файте 5 на 5, очень полезные. Это что ультвич Доктора, что тот же самый Виноманцер, что Сэн Кинг. И в этом плане, конечно, команда WG очень сильно отстает. Так, подцепили. Панголера. Панголер уже проюзал свэшбакл. Выживать он здесь ни в коем случае не должен. Хотя бражематер Ненталдер отхиливается с помощью стиков и уходит. Но будут ли погоня от команды Мэтт Кингс за Фэксом? Погнались. Неплохой Барустрайк. Дарквиллу очень быстро отправляется в таверну. Используется и хастом под Элдер Титана. Не попадает, правда, ни по кому. Пытался, он, понятное дело, хоть каким-то образом засейвить Мереску. Но не получается у него этим заняться. Магур откидывается касочками по Совуху. Совуха даже будут пытаться здесь забирать. Не стоит его отдавать. Прям вообще ни в коем случае не контролят. Не контролят ребята из команды WG. Плюс 125 голды для Виджи Доктора. Очень странная отыгровка от данного коллектива. Ну и Тирадин Тавр, конечно же, Мэтт Кингс забирает просто супер быстро. Тирадин ни в коем случае выживать не должен. Хотя есть эхастом. Пангольер на ЛОХП в это время фармит лес. И у Пангольера, кстати, та самая пабовская сборочка с тремя джавелинами. Пока что только лишь двумя. И, видимо, третье он делать не собирается. Но следующим же артефактом он планирует собрать пайп для своей команды. И смотрится это, опять же, очень даже хорошо. Потому что надо прекрасно понимать, что тот же самый Витамансер плюс Сенкинг наносят уйму магического урона в файте. Ну и команде WG сейчас нужно просто разгонять своего лондруида. Пытаются они потихонечку для него спейсить. Лондруид все это время фармит где-то в сторонке, фармит в лесу. Но по золоту у него все еще не так хорошо. Четыре пятьсот имеется. Отстает он от своего визави на Витамансере на две тысячи. Число весьма внушительное для преимущества на семнадцатой минуте между мидерами. Вичдоктор делал телепорт на медл-линию. Там Галер пытался его пробить с помощью свэшбакла. Проблемы могут быть у Дарк Виллоу. Дарк Виллоу зацепили. Фаерсторм пошел. Правда, Кросет Краун также есть. И Кинктека тоже подходит под Кросет Краун. Откидывается своим копьем фундамент Лансер. Но не тут себя не цепляет еще. И пытался там как-то печку все-таки зацепить. Но отсюда Мир резко улетел на телепорте. Абсолютно очевидная комбинация. Шедоу Реалм Тухаут. Ну, Пангальяр начинает пробивать Р1 вышку внизу. Р1 отдавать не хотелось бы. Но дефать его тоже нечем. С другой стороны появляется Глиф у команды Мэтт Кингс. Пока что лидирует все-таки на одну тысячу по золоту коллектив из Перу. Хотя оба коллектива из Перу. Поэтому стоит уточнить, что лидирует команда. WG. Вообще у Warriors Gaming Unity Были подобные две буквы в названии. Не знаю, что значатся у этих ребят. Но возможно они просто фаны данного коллектива. В это время все-таки поцепили Тинни. И Тинни очень быстро умирает. Также получилось терять Фею. Пошел еще и Эрсплиттер по Лео Стайлу. Но Веномайсера закрыли в тиски. Можно было бы дальше кататься по Гольеру. Но здесь слишком много героев. Получилось убить только лишь одного меч-доктора. Размен далеко не в пользу этого коллектива. Тем более сейчас будет падать еще и Тир-1. Он вышкой. Гастом, правда, неплохой от Элдор Титана. Тянет время. Весьма немало демоджа получает Белл от Пангольера. И в принципе стоит отметить, что Пангольер против Белла это весьма неплохой пик. За счет того, что снимает броню. За счет того, что быстро расправляется с иллюзиями. Есть в это время Питов Мелис по Пангольеру. Пангольер откидывается с фэшбаклом. И абсолютно спокойно из этого всего дела выходит. Ну, пока примерно так получается для команды Мэтт Кингс. Но они не особо-таки против эту игру затягивать. За счет того, что Пелл уже продолжает фармить. Пелл уже сделал себе Худ оф Дефайнс. И будет разгоняться дальше. Диффуза у него уже имеются. Очень много демоджа. Очень много демоджа он может выписать в драке. В это время продолжает фармить Андерлорд. Цепляют Тинни. Тинни слишком далеко зашел. Пытались выйти на того сама Вандерлорда. Тинни получает Дефуза. Использовался Эхостом. Но Эхостом отлично сбыл за Эвэйджен. С помощью Дубльгангера. Фантумлантером. И по счету, но это 16-16. Двадцатая минута игры. Команда Мэтт Кингс просто продолжает фармить. Ну, в ближайшее время можно будет уже подавить. Мы прекрасно знаем, что все-таки у этого коллектива с макро все не настолько плохо. В это время я сберу страйк по Мире. Мира очень быстро отправляется в Таверну. Очередной раз откидывается Эрсплиттером. Элдор Титан. Но, понятное дело, Эрсплиттер снова не делает абсолютно никакой погоды в этой игре. Не попадает даже по крипам. Так бы, может, линию отпушил. Но просто запустил кулдал. Он на эти персонажи используется. Неплохой десвард на Пангольера от Вич Доктора. И Пангольер сразу же делает телепорт. Телепорт срабатывает. Умрет ли под Фонтаном? По идее, не должен. Да. Завидовал, на самом деле, почти все тики от Маледикта с помощью своего рулингсандера. Дамажа вообще не нанеслось. Следующим артефактом будет делать этот персонаж себе именно блин. Интересный никнейм. Возможно, это его координат или, я не знаю, ИП-шник. Напишите в чат, что вы думаете, значит, эти цифры. Потому что я не имею абсолютно никаких мыслей по этому поводу. Ну и Вич Доктор. Который двигается по верхней линии. Может даже ее попытаться подпушить. Пока расставляет Варда. Есть у него еще два абзервера. Абзервера подставляется под Элдор Титана. И можно было бы понять, что где-то здесь Вижн уже должен присутствовать от команды Мэнт Кингс. Ну и Мира все прекрасно понимает. Мира отходит. Появляется у Пангольера тот самый Блинкдаггер. Вот с Блинкдаггером можно будет попытаться сейчас даже использовать какой-то Смоук, выйти на команду оппонентов. Я так понимаю, именно этим и собирается заняться на данный момент, летив WG. Смоук по четырем героям. Но все же второй Вар тоже тыкнул Вич Доктор во вражеском лесу. Не совсем понятно, куда двигаться. Есть смысл выйти на медал-линию. Есть смысл попытаться забрать Эндерлорда. Хотя Эндерлорд отошел уже довольно-таки далеко. Есть у него, скажем так, неплохой слух. Услышал, как топают игроки команды. WG. Ну и на нижней линии Сладин все же потихонечку подпушивает. Но Сэнд Кинг это далеко не та цель, на которую хочется тратить Смоук. Прекрасно понимают игроки команды Мэд Кингс, что происходит на этой карте. И никто не подставляется. Абсолютно никто. Бриджас вместе с Магуром абсолютно спокойно отсюда уходят. Есть попытка еще и подцепить. Фею умирает. Мереско просто провальный выход от команды. WG врывается Пангольер. Пангольер после Блинк Даггера. И хорошие станы залетают на самом деле. Используется ультимейт от Виноманцера. Расплиттер пошел. Виноманцера могут стереть. Виноманцер пытается уйти на Форстафе. У него это получается сделать. Убивает в итоге только Лиштен Кинг из команды Мэд Кингс. Бриджас. Бриджас гонится за Элдер Титана. Бриджас будет этого персонажа убивать практически 100%. Попытался на Форстафе уйти. И может быть даже справиться с этой задачей Элдер Титан. Но Бриджас переключился на другую цель. И Пангольер эта цель наверное чуть более приоритетна. Даже чем персонаж Тетер Волмбил до этого. Более приоритетна чем Элдер Титан. Убивает он первый Нетвор с команды оппонента. И в итоге абсолютно спокойно уходит отсюда. Хотя и получает перстык и раунд. Дальше могут быть проблемы у Тини. Тини. Зачем же Ту сюда вернулся? Дестни тоже умирает. Есть и Хастомб. Но и Хастомб не спасает этого героя. В итоге Бриджас вместе с Лио Стайлом уже готовы ломать Тир 2 Тавр. И будут этим заниматься в ближайшее время. Действительно очень быстро разобрались с командой оппонента в этом файте. К сожалению не успел я открыть файт река. Поэтому придется удовольствоваться графиками. Ну вот он этот файт. Команда Мэтт Кингс. И это еще не конец графика я бы вам сказал. Преимущество уже за 3000. Этот график поднимется примерно вот сюда. Через пару секунд мы с вами сможем это посмотреть. И 7500 преимущества по экспириенсу. Действительно преимущество весьма весьма не маленькое. И забирают также сейчас еще и Рошана. Мэтт Кингс на этой карте чувствует себя намного более развязанно чем их оппоненты. Их оппоненты просто не могут браться. За счет своего пика. Интересный факт. Команда WG Изначально с коллективом Мэтт Кингс Планировали в лобби играть Олл Пик. Но в итоге все же не дали им этого сделать. Хотя возможно именно нужные персонажи и смогли бы себе взять эти ребята. Потому что пока не особо получается. Мы набрали все-таки сигнатурочек. То есть здесь никаких стратегий наработанных наверняка не имеется. А все же команда, на которой они, так скажем, не так давно все же сошлась друг с другом. Не настолько командный еще этот коллектив. Чтобы какие-то наработки у них имелись. И в итоге пока показывают не самую лучшую игру. А Игис, конечно, имеется у Фантом Лансера. Сделал он себе Яша следующим артефактом. Ну и двигается по верхней линии. Худов Дефайнс спасает Бенжаза. Бенжаза просто не пробить в последних файтах, как мы это видели. Элдер Титан не дамажит. Та же самая фея, против которой вместе с Тиней и делался данный артефакт. Тоже пока ничего с Фантом Лансером сделать не могут. Но Пел очень сильно разогнан. У него уже почти 13 тысяч нетверсов. В то время, как у его визави, у Кора команды оппонента, у Тини всего лишь 10. И 3000 преимущества за Корами. Перед Корами оппонента это слишком большая цифра. Поэтому прямо сейчас себе Мэтт Финкс уже позволяет зайти на кейграун. Ламайтер Тритавер. Используется Дарк Рифт. В это время Сплит Пуш пытались показывать ребята из команды WG. Пангольер использует Блинк. Правда, немного не туда есть ощущение. Но он также прокастал еще и тапал. Поэтому все сделал правильно. Его не подцепили. Он застанил своих оппонентов. Немного их запутал. Не было видно, как он делал телепорт. Умирает в это время также еще и Виномайсер наверху. А что ты там делал, братишка? А почему не было провязан телепорт? Это оттуда. Очень сильно хотел забрать Тавр. Но Тавр в итоге не забирает. Правда, может умереть еще Элдер Титан. Элдер Титан, Ахильвэй со стиками, выживает. В это время умирает Лондруид. Такого точно не должно было произойти сейчас. Это прям... Я не знаю, огромные палки в колеса вставляет команда под названием WG. Огромные проблемы у них сейчас могут быть просто за счет того, что коллектив МК готов абсолютно спокойно идти и пушить. Ну и Маткингс не будут упускать этот шанс. Ни в коем случае. Они не отдадут эту игру. Пангольеры должны цеплять. Пангольер получает каст. Не успел сделать абсолютно ничего. И просто супербыстро его взрывают. И без Пангольера 50 секунд команде WG делать просто нечего. На хэйграунде у себя даже... То есть дефать ХГ тоже будет очень сложно. И поэтому придется, возможно, даже байбэк на 27-й минуте Пангольеру. А я от этого очень сильно не хочется. Все же байбэк стоит целую тысячу по золоту. А Пангольеру очень сильно хочется сделать Кримсон Гуард. Правда, довольно-таки поздно он задумался над тем, чтобы сделать Кримсон. Все же понял, что его здесь слишком сильно пробивают. Что Фантом Лайнсер против него работает очень хорошо. И команда Маткингс заходит уже на хэйграунд. Ничего пока не получается, пока его поставить своим оппонентом у команды WG. Пробивает здесь Медведя Фантом Лайнсер потихонечку с помощью Иллюзии. Закидывается также еще и Каска. Абсолютно без мана уже Медведь. Очень много Иллюзий наплодилось. Иллюзий продолжает пробивать Мишку. Но Медведь, конечно же, пока выживает. Но нет, есть подкоп от Сладины. И в итоге это 300 голды для Мэткингс. Бенджас очень сильно пробитый. Но у него имеется Айгес. Не стоит об этом забывать. Бенджас все еще живет. Бенджас, может быть, даже сможет отсюда спокойно уйти. А есть Эрсприттер от Элдер Титана. Но Эрсприттер снова ни по кому не попадает. Выбивают Айгес из ПЛ. И, возможно, даже будут забирать второй раз. Есть от него парочка Иллюзий. Но он начинает бить нужного персонажа. Те самые игроки команды WG. Но умирается же ПЛ. Да, забрал с собой... Подождите-ка. Он забрал с собой... Он действительно забрал с собой Лондруида. Боже мой. Я почему-то думал, что он бьет Элдер Титана. Но действительно просто смог разобрать вражеского корпуса персонажа перед смертью. Все его оппоненты ушли просто, потому что не имелось абсолютно никаких ультимейтов. То есть это только сейчас откодешился, что... Что Пойза новая. Что тот же самый Эпицентр. Что Уждоктор ультимейт появился. До этого драться было просто очень невыгодно команде Мэтт Кингс на Хэйграунде. Но вроде все обошлось. Сломали Тритавр. В любом случае, эта вылазка в пользу данного коллектива заканчивается. Ну, какие-то соло-фраги продолжаются. Фея пошла за Фидила. Причем это уже восьмая смерть для нее. Такое случается довольно-таки часто. Так, у него два раза я видел это точно. Уждоктор зашел слишком далеко. Хотел поставить варды. Его здесь должны забирать. Использовал, понятное дело, ультимейт под гальер. Использовался Эпицентр от Сладина. Зачем? Не совсем понятно. Видимо, планировал он все-таки хоть каким-то образом подцепить здесь персонажей, которые пытались обидеть в Уждоктор. Возможно, это была попытка какого-то байта. Но в итоге СКА не сделал абсолютно ничего. Знают ли об этом ребята из WG? Скорее всего, не знают. Информации о том, был ли прокастован Эпицентр или нет, у них еще не имеется. Появляется гем в это время у Санкинга. Причем приобретение действительно весьма неплохое, потому что тот же самый Тинни зачастую выживает просто за счет своего Шидоу Блейда. И гем не будет давать ему подобным заниматься, потому что Тинни все же не умирает настолько часто. Тинни продолжает фармить со своим деревом и фармить довольно-таки быстро. Под блокимбарм его уже будет не так просто. Ну что ж, либо сейчас, либо никогда. Выигрывать файт, безусловно, нужно команде WG. И у них есть все шансы. Преимущество уже не настолько большое между корами обеих команд. Там стрики позбивали ребята из команды WG. Но Фантом Лантера все еще очень сложно убивать подобным пиком. Все же эскейпинг в огромное количество. Да и корни не настолько хорошо, как в этом герое работают. Он уходит из них на Дуппельгангере. Решили поломать шрайны игроки команды Мэтт Кингс. Действительно шрайн. Впервые пошел и должен очень быстро падать. Все, Пангольер раскручивает ультимейт. Цепляет Фантом Лантера. ПЛ пока что ничего не может сделать. Его расконтролили. Пошел также еще Террорайзер. Он на Террорайзер. Он просто убегает. С помощью своего Фантом Раша нужно пытаться отсюда уйти. Хоть каким-то образом на Дуппельгангере. Пошел Десвард. Десвард неплохо пробил Лондроид. Лондроид 100% умирает. Он был также еще и под Маледиктом. Там Пангольер пытается жить хоть каким-то образом под Кримсен Гуардом. Но наверняка он тоже тут не желез. Используется Фэршторм. Кинг Тека идет дальше. Будут цеплять Пангольера. Забрали. Правда, Фантом Лантера. Очень большая ошибка от Бен Джаза. Но Дестинни. Дестинни идет дальше. Дестинни пробивает. Очень неплохо. Кинг Тека будет пытаться противоблочить работать. Также еще и Фэршторм. Который отнимает хитпоинты в процентном соотношении. Дестинни в итоге все же умирает. Фэксы также пытаются пробить. Арквиллоу супер быстро рассыпается. Ничего не может делать. Потому что нет у нее уже никаких скиллов. Тоже самое. Бэтлам уже никаким образом не поможет. Ну и смотрим файт рекап. Видим, что преимущество за этот файт все же за командой Мэтт Кингс. И понимаем прекрасно, что же сейчас будет происходить на этой карте. А происходить будет вот что. Сейчас подойдут Мэтт Кингс к хайграунду. Либо все-таки подождут отхилиться. Подождут Фантом Лансеры. И будут пытаться на него заходить. Или же даже будут пытаться зайти без ПЛа. Но это довольно опасная ситуация. Цепляют, правда. Также еще очень неплохо. Сатоса, Пангольера. Пангольера ни в коем случае нельзя умирать. Он кастует ультимативную. Но получает очередной рут. И снова! Да, кастует ультимейт. Все же получается у него спастись в этой ситуации. Скажем так, от Питл Фмелиса. Ну и катается. Катается. Как можно больше дэмджа пытается внести по игрокам команды Мэтт Кингс. Кингтека уже готов возить. Ну и Барак все же взломать не получилось. С другой стороны Сладин остался здесь. Сладин, конечно же, Барак сломать сам не сможет. Использует Телепорт. Получится ли его сбить хоть каким-то образом не получается. Неплохо разыгрался Форстафом. Использовал Форстаф. В это же время использовал Телепорт. И в итоге найти его было не настолько легко. Сбить Телепорт уже было просто-напросто нечем. Ну, не настолько хорошие станы. У команды WG есть в этом проблема. Единственный нормальный стан, единственный стан, который можно прокинуть в любой момент, это Эвленч от Тинни. А Эвленч в этот раз находился далеко не там, где он был нужен. И его вообще не было, я предполагаю, Тинни. Потому что просто фармил наверху. Ну что, счет 29-22. 6 тысяч преимущества за командой Танкинс. Обеим командам нужно выигрывать. Обеим командам нужно хорошо взаимодействовать свою пульт на этой квалификации. Пока у команды Танкинс все чуточку получился в этом эпизоде. Но кто его знает, камбэк все же вероятен. Он от команды под названием WG. Хотя я в него слабо верю. Все же 8 тысяч уже преимущества за командой Тинни. У них имеется Аигас на Фантум Лансере. И, извиняюсь, не на Фантум Лансере, а Аигас. Аигас, я так понимаю, отдали Вином Лансеру? Да. Обычно сыра дают Вином Лансеру, дабы он мог довольно-таки долго жить. То есть он довольно-таки толстый герой. И, в принципе, с сыром тоже может спокойно себя чувствовать. Но ПЛ здесь чуточку потолще. ПЛ все-таки с Худом. И планирует сделать себе Тараску. Можно использовать Аигас пассивно в ближайшее время. То есть просто доделать себе нужные артефакты. Пока Бенджас делает очень правильные вещи. Он откушивает нижнюю линию. Ибо видит, что она подошла слишком близко к его хэйграунду. Ну и понимает прекрасно, что команда оппонента может себе пушить. И пытается сейчас, например, что дверям это делать Лондруид. Толкает линии. Но дело в том, что ПЛ тоже такими темпами может себе очень быстро сделать отрывела. И от пуш не будет так хорошо работать. То есть ПЛ еще и сплитпушить может весьма-весьма неплохо. Я помню, в одном из патчей просто использовали Фантом Лальцера сугубо как сплитпушера. Использовали, точнее покупали ему сразу же тревела. Летали по всем линиям. И очень быстро набирал критическую массу ПЛ. Точно не помню за счет каких изменений перестали так делать. Ну, скорее просто потому, что игра потихонечку затягивается. И вот такие вот начальные стратегии, начальная агрессия, сплитпуш в общем. Уже смотрится не настолько хорошо. Клинтек получает Рорайс, только лишь он один. Проспрыгался также еще и Бангалер. Но получается забирать только лишь Эндерлорда в этом эпизоде. Сплитер попал. Но попал только лишь по Виноманцеру. Виноманцер использовал ультимей. Довольно-таки неплохо не попадает. Правда потенет. И нужно хоть каким-то образом забрать. Работает Маледикт. Маледикт очень неплохой под боем. Десвар также есть. Тинни 100% отправляется в таверну вместе с Бангалером. Это ужасные две смерти для команды WG. Бенжас идет дальше. Бенжас откидывается копьем по Лондруиду. Лондруид не может ничего сделать. Лондруид хоть каким-то образом бы отсюда спастись. Но получается слишком много замедления. Мясы правда работают. Работает Радианс. Используется Savage Roar. И в итоге Бенжас все же пока что живет. Но Тинни. Тинни здесь после байбека. Тинни умирать ни в коем случае нельзя. Тинни. Получается замедление с диффузов. Очень большие проблемы. У команды WG. В итоге это все-таки минус. Тинни пытается пробить. Также еще и Лондруид. Лондруид. Огромное количество деможи получает от Фантом Лансера. Как минимум выжигает ему очень много маны данный персонаж. Есть правда Арканы. Ману восполнил. Бенжас. Хоть и без маны. Но у него имеется сыр. Сыр прямо так и сейчас он съедает. И готов двигаться дальше. Драка продолжается. Пошел Тандерболт от Бангалера. Бангалер распрыгался. Получается забирать Сент Кинга. Гем выбили. Ну и Пэллу стоило бы отсюда отойти. Пэлл продолжает драку. Он остался здесь практически один. Выбили Агигис из Веномансера. Веномансер может использовать ультимейт второй раз прямо сейчас. И может это сделать. Да. Действительно. Он использует ультимейт. Ультимейт по двоим попадает. Можно пробить Лондруида. Лондруид после байбека. Напоминаю. Лондруиду умирать ни в коем случае нельзя. Хотя извиняюсь. После байбека Пангалер. Пангалер вместе с Тиней и Тиней. Будет возрождаться еще целых 50 секунд. Пангалер умирает. Это гуд гейм. Должны все-таки ГГшечку написать в ближайшее время игроки команды WG. Просто потому что невозможно задефать. Когда у тебя Пангалер 90 секунд в таверне. И вся команда в полной боевой способности у оппонентов. И Мэтт Кингс начинает ломать линии дальше. Эхостом в то время пошел. Пошел также в сплиттер. Но гуд гейм в уплэй прописывает фэкс. В итоге первую карту все же забирает свою копилочку игроки команды Мэтт Кингс. Впрочем, что и стоило ожидать. Все же команда с открытой квалификацией. Команда, которая довольно-таки долго, скажем так, не играла. Не имеет опыта профессиональных игр. Не имеет такого большого ВТК команды Мэтт Кингс. Которая участвует в каждой второй квалификации на мейджор и майнер турниры. Все же не смогла бы и стоять под напором безумных королей. Ну а мы с вами, друзья, уходим на небольшую музыкальную паузу. Вполне возможно, что после данной паузы меня сменит Дарья Эрители. Вы продолжите смотреть данный матч уже с ней. Ну а пока я вам говорю до новых встреч. Я думаю, что мы с вами уже очень скоро увидимся. Либо на следующей карте, либо уже буквально через сутки. А пока уйдем на паузу. Очень скоро все продолжится. Очень скоро вы сможете продолжить смотреть за красивой, интересной. Южноамериканской Дотой. Конечно, не самый лучший регион, но все же...